В день празднования образования кинологических подразделений в системе МВД России в Волгограде прошел заключительный этап ежегодных областных соревнований специалистов-кинологов. Конкурс профессионального мастерства проходил по трём видам служебной деятельности. Общий разыскной профиль, следовая работа – это собаки, которые выезжают на места преступления, неочевидной кражи, преступления с тяжкими телесными повреждениями. Второй вид собаки – по поиску взрывчатых веществ, оружия. Служебные собаки, которые выезжают на все общественные мероприятия, проходящие в городе и области. Массовый, спортивный, культурный и приезд в ВИП-персон. И третье направление – это служебные собаки по поиску и обнаружению наркотических веществ. Сейчас у нас заключительный этап этих соревнований общеростного профиля, следовая работа, которая проводится в полевых условиях. Давность следа, около трёх часов, пока мы приехали, проложили. Сейчас вы можете наблюдать, как собаки будут работать по запаховому следу, по слепому запаховому следу. Собака должна занюхать исходную точку и пойти по следу, порядка 500-600 метров след, на следу найти четыре вещи, на каждом углу обнаруженную вещь. В рамках соревнований служебные собаки должны были справиться не только с обнаружением трёхчасового следа, но и успешно провести операцию по задержанию преступника. Это служебно-розыскная собака. Ей всего год и три, она только начинает работать, только отучилась в этом же Зональном центре кинологической службы в Волгограде. В общем-то, возможности проявить себя у неё ещё не было, потому что только с учёбы вышли первые соревнования. В дальнейшем будет применяться для поиска преступников, то есть будем выезжать с ней на кражи, разбой, грабежи. Это моя собака, она у меня с двух месяцев, да, можно даже сказать с рождения, то есть я её навещала ещё пока щенком была. Мы всегда надеемся на лучшее, ну а здесь собака тоже живое существо, будем надеяться, что со всем справится. Сами кинологи признавались, что несмотря на подготовку и профессионализм служебной собаки, многое всё же зависит от случая. Как и у человека, у служебного питомца может что-то болеть или быть просто плохое настроение. Ведь здесь у каждой собаки свой характер и темперамент, свои привычки, которые знает только хозяин. Есть вообще собаки настроение, которые могут сегодня сделать всё и в лучшем виде. А завтра, мало ли там, у кого-то что-то заболело, у кого-то просто нет настроения, не с той лапы проснулась и ничего не сделает. Анна Древнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok